нет покрупнее ребят друзья мои и снова всем привет ну что наше путешествие в якутию начинается с сегодняшнего дня можно сказать а сегодня у нас 27 до 8 28 апреля почему я хочу начинать отсюда ролику по той причине то что многие из моих подписчиков именно спрашивают именно интересно вся подготовка к поездке что у нас происходит все 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 именно поэтому ребят кто хочет увидеть в этом ролике именно рыбу подождите следующего ролика скорее всего в этом ролике именно не будет рыбы я не знаю когда он выйдет этот ролик этот ролик может быть будет вы будете смотреть тогда мы когда мы будем в пути поле не до выезда нас еще целых 50 дней то есть мы примерно будем стартовать с калининграда вылетать 27 июня ну плюс минус то в 26 билеты не брали но вот сейчас все на днях будем брать да ребят извините что я слукаю я до последнего играл что мы не поедем потому что мы до последнего не знали да мы абсолютно сами не знали что много не едем обстоятельств до много всяких приключений случилось мы должны были ехать потом у нас опять обломалась потом опять мы должны были поехать потом опять обломалась и все у нас не срасталось ну короче говоря у нас целая целый ряд как бы проблем вот о чем хочу всем рассказать то есть во первых у нас на сегодняшний день есть только одна лодка это спасибо славе агату который познакомил меня с производителями лодок аквилон и они сейчас нам предоставляют на этот путешествие хорошую лодку и слава и ну агат их на самом деле нахваливал эти лодки поэтому слава если смотришь спасибо тебе огромное то что у нас хотя бы есть лодка но у нас проблема у нас нет моторов на этом мотором да на веслах мы не погребем по этой причине нам сейчас придется мой мотор отправлять в якутск я не знаю успеем и за 50 дней его до доставить по той причине что сроки доставки из калининграда очень длинные очень бешеные короче говоря и все вот все у нас вот так вот все вот мало того что билеты в полтора раза подорожали поэтому мы горит что я до последнего не верил что я поеду и ребята последнего всех стримов буду говорить что я не поэтому что я уже дико боюсь это все сглазить я обещал поехать на 1 люди у меня обломилась я обещал поехать несколько раз уже обещал поехать на летнюю рыбалку обломилась но сейчас вроде бы оно все срастается короче говоря приключения наши начинаются отсюда. То есть нам много чего придется парохла отправить отсюда. И еще подмечу, что в этот раз мы поедем без славы. Именно я такое путешествие хотел, чтобы быть, так скажем, со славой ты едешь, как это, за каменной стеной. То есть ты едешь, и я в прошлый раз мне дал кресло в лодку, я ехал так ноги на борт, и просто едешь, кайфуешь за ним, короче говоря, просто гуськом. Вот. Но, знаете, хочется все-таки всей самостоятельности. Потому что уже опыт какой-то, хоть и небольшой, он есть. И хочется... Ну, еще момент такой, что к Славе в эти даты приезжают гости, туристы, и ему будет просто не до нас. Был вариант взять у славы лодку с мотором, вот. Но, честно говоря, ему потом встречать людей, мало ли что мы там случится, у нас что-то, может быть, сломаем. Там еще что-то. Застрянем, да. Застрянем. Там все мы, может быть, мы же все-таки будем... Ехать и по горным рекам мы будем передвигаться. Поэтому мы на себя ответственность эту не захотели брать. Потому что мало ли чего. Всяко бывает, сами понимаете, вода есть и вода, все такое. Вот. А сейчас мы уже, грубо говоря, начинаем нашу подготовку. Сейчас будем отправлять мотор. Все сейчас будем... Вы уже написали список, что нам туда необходимо. Все это будет... Будем постараемся отправить, в общем-то, в посылке. Так что, ребят, поэтому путешествие начинается отсюда, и все буду подробно рассказывать, как мы что там отправляем, как что у нас... Какие-то вещи все буду показывать, все рассказывать, что у нас, в общем-то, какая будет происходить подготовка. Путешествие достаточно будет сложным, но не менее интересным, чем предыдущие. Я думаю, что это должно быть даже более интересно. Дело в том, что... Уже... У меня уже все. Я, можно сказать, сдался. Мы уже все думаем. Ну, не поеду, не поеду. Ну что, не получается. Вот. Больно все это дорого. Ну, Руслан настоял... Просто дело для того, что Руслан в прошлом году должен был с нами ехать. Да. Но у него по... Семейным, так скажем, обстоятельствам, да. Поехать с нами не получилось. И Руслан мечтает просто оказаться в Якутии, мечтает побывать на той крутой, крутейшей рыбалке. Вот. И поэтому он настоял, говорит, давай во что бы то ни стало поедем. И стало поедем. Да. В любом варианте, хоть пешком, но, значит, бы туда уехать. Вот. Ну, а я, как всегда, вы сами знаете, я за любой кипиш, как бы. Руслан проявил инициативу. Вот. Поэтому... У меня никогда не было мысли, где же не возникало, что мы там не соберемся, не поедем. Я вот с первой минуты, как загорелся этим, я, ну, как бы себе, во-первых, поставил цель, задачу, что ни в коем случае никаких отказов, да, там их со стороны какие-то негативные факторы влияли. По фигу. Едем, едем. Наскребем, там, насобираем, упакуем, отправимся. Слава Богу, все. Вроде бы уже понятно, понятно, о чем идет речь, куда, соответственно, все отправлять и так далее. Вот. Поэтому вообще не сомневался нисколько. И только вперед, только сборы. Так как сейчас время еще ограничено, нужно максимально все быстро собраться, упаковать и отправить. Ну, одно радует, ребят, что я буду уже, мы будем основываться, только полагать на свои силы. На свои силы. Да, только свои силы. Мы со Славой в любом случае пересечемся, в любом случае мы встретимся, в любом случае без его помощи мы никак это не организуем, потому что надо все эти посылки встретить, все это вот, ну, надо будет нам, ну, нам, Слава, да, поможет. Да, нам поможет. И Слава там куда-то еще в другое место едет. То есть мы, Верслав, ты под нас ни раз не подстраивайся, потому что, ну, мы хотим это сделать самостоятельно. Занимайся своими делами, чтобы мы тебе не дергали, чтобы ты с нами, как с туристами, в общем-то, не нянь. Просто забери нашу посылку. Да, просто забери нашу посылку, а дальше мы как-нибудь сами. Сейчас уже, в скором времени, нам отправить туда лодку. Вот, компания Аквилон. Вот, все про лодку вам в процессе, ребят. Расскажу, покажу, что за лодка. Но у нас, кстати, вот, кстати, огромная проблема. Дело в том, что мотор-то у нас 99-15. Когда была первая поездка в Якутию, у нас 18-й еле вытягивал. То есть у нас на борту должно быть примерно, ну, по максимуму 180 литров горючего. Будем стараться грузить минимально бутера всякого, потому что, ну, там будет минимально палатка, какая-нибудь сковородка, все по-менимому. Никаких газовых баллонов. Будет у нас все там турбопечка, ну, турбопечка в таких путешествиях, я считаю, самая необходимая вещь. То есть все-все-все по минимуму. Все ограничено, и не в плане веса, потому что, да, иначе перегрузишь, и мы просто будем все равно, что мы везли. Да, просто будем идти на водоизмещение. Вышло, вышло, ребята, вышло. 22-21, ну, нормально. Идем. Все. Вышли? Вышли, да. Победа. Вот, поэтому мы связались вот с руководством Аквилона, и мы попросили самую максимально простую лодку, в смысле, самую легкую в своем классе. То есть лодка должна быть 4 метра, ну, чуть больше. Это оптимально всего, но нам предложили 4,30. И самая легкая в своем классе. Никаких допов, ничего вообще не должно быть, потому что мы будем считать, на самом деле, когда мы со Славой каждой килограмм, когда мы со Славой выходили из Жиганска, мы выкидывали просто в вес, там чуть ли не в 2-х килограммах состоял, когда мы пытались выйти. Поэтому, ну, это был 18-й мотор, а 15-й, это будет не менее, друзья, интересно, поэтому, поэтому все вам будем рассказывать. Ну, что, путешествие наше начинается, а якутские комарики, ждите свежую кровь, я ее везу к Ленинградску. Я не дамся. Моя уже не такая вкусная, у Руслана свежак, прям они, ох, попьют, они попьют. Ну, ничего, мы знакомы с этими товарищами, поэтому... Нет, с Жиганскими ты не знакомы. С Жиганскими не знакомы, но... Там они другая каста, там даже ученые ездят их изучать. Вечером меня куда-нибудь поднимут, попьют и сбросят утром. Скелетик тебе. И все. Так что все, друзья, это путешествие начинается, слава богу, что у нас росло. Срослось. И все, мы, короче, будем показывать, рассказывать, все подробно в мелких деталях, потому что я знаю, что большинству моих подписчиков это интересно. Ну, а кто хочет рыбу посмотреть, ну, подождите следующего ролика, который выйдет, я даже не знаю, когда. И вы все увидите. Да, все увидите, все путешествие будет, я думаю, что крутейшим. Так что все, погнали, друзья. Итак, ребят, и снова всем привет. Короче говоря, вступление, которое вы только что смотрели, можно по большому счету было переписать полностью по новой, потому что у нас все вот так вот, все опять, все пошло не так, как мы планировали, все, короче говоря, ну, не то, чтобы прям все, все попереигралось, но, по крайней мере, мы едем. Мы продолжаем ехать в Якутию, но были моменты, что мы уже не ехали, потом едем, то не едем, короче говоря, начинали считать уже по срокам, отправка мотора, с Калининграда, ребята, у нас очень долго все уходит, очень все долго идет, и поэтому мы посчитали, что мы можем проколоться по полной программе, и, соответственно, мотор мы решили не отправлять. Вот, спасибо Андрею Сибири, то, что познакомил меня с ребятами из Хайди, которые, в общем-то, нам предоставят мотор, вот, и ради этого всего мне пришлось продать в итоге свой комплект, то есть лодку с мотором мне пришлось на этот проект продать. Поэтому вроде все нормально, сегодня у нас 5 июня уже, вылет у нас 27 июня, поэтому вроде все у нас, как бы все, все складывается, все вроде бы, кто-то тут, чтобы не складывать, билеты мы купили, все нормально, но, есть одна некоторая проблема, мало времени. Всего-навсего у нас получается чуть-чуть меньше двух недель. Для такой поездки, конечно, это очень мало. Вот, я начинаю сейчас прикидывать, что к чему, все у нас получается просто галопом по Европам. Я просто не вижу, где время, где мы будем спать просто элементарно. У нас времени на сон просто нету. Короче говоря, обычно я в Якутии езжу на гораздо большие сроки, это, как правило, у меня, если я еду, это, как правило, месяц. Но здесь за такой короткий период времени все реализовать, все задуманное будет крайне сложно. Я не знаю, как это все будет, друзья, выглядеть. Но, тем не менее, тем не менее, мы едем. Мало того, самая классная новость из всего этого, то, что мы прилетаем 28-го, там, голубом по Европам начинаем подготовку к сбору, а 29-го праздник Иссак. То есть, я не думал, что мы на него попадем. Просто такой момент, что праздник сейчас перенесли, отмечения, встреча лета в Якутии, перенесли праздник. Это, сами знаете, ребят, в прошлом году, кто смотрел ролики, это, ну, ролик там один был. Это крутейшее в мире мероприятие. Круче не видел. Вот, своими глазами ничего круче не видел. Поэтому, ребятам из Якутии, всем, всему народу Саха, огромный, огромный респект за такую организацию шикарного такого мероприятия. Вот это, короче говоря, круче нового года. Вот, поэтому наша задача долететь. Прилетаем, мы обычно все рейсы, как правило, прилетают утром в Якутск, из Москвы, которая. Мы долетим через Москву. Но наш рейс прилетает в обед. И нам надо успеть с обеда до вечера подготовиться полностью к поездке. То есть, это закупить канистры, там, купить масло, короче, купить всякие все-все-все мелочевки, которые нам нужны, необходимы в дорогу. То есть, какие-то приманки дополнительно еще прикупить там. Ну, что-то, все-все-все мелочевку все надо еще докупить. Плюс продукты питания. Обязательно надо купить тоже сразу 28-го числа, потому что мы, план такой, что мы будем на празднике. И с праздника, скорее всего, утром, не спамши, постараемся выехать. Я не знаю, как это будет на самом деле выглядеть, ребят. Я просто помню, как мы со Славой в том году выезжали, с праздника самого добирали в сторону дома, вон на автобусе ехали, на маршрутке. И меня там так рубило, я просто вот так засыпал. А нам надо будет сесть в лодку и начать движение. То есть нам надо будет обкатать мотор. Это все немало времени уходит на обкатку. Ну, и про мотор я в процессе, ребят, мотор будет Хайди. Все расскажу, покажу. Не знаю, как это будет выглядеть, потому что 99-15. должен, конечно, по моим подсчетам, если все само по минимуму все брать, должен он вытянуть. Должен. Но это не точно. Вот. Будут у нас еще запасные винты разного шага, чтобы шахматить по пути, по мере загрузки и разгрузки там лодки, когда бензин будет израсходоваться. Может быть, будем менять винты. Все это, ребят, все это буду показывать в ролике уже. Что-то еще может переменяться, что-то может еще переиграться, поэтому, ну, такой вот пока первоначальный план действий я вам сейчас обрисовываю. Конечно же, оптимальный было бы поехать еще недели, ну, еще бы добавить по времени дней пять хотя бы. Но, ребят, билеты, я не знаю, вообще все взбесилось с этими ценами. Билеты, ну, просто невероятных денег стоят. Просто невероятных. Мы словили мал-мал такие билеты, которые, ну, терпимо стоят. Дорого, но терпимо. Вот. Ну, вчера я сел подсчеты времени начал проводить. Сколько чего, куда мы будем добираться. Руслан говорит, блин, там никак. Вот, давай подумаем, может быть, может быть, как-то получится поменять билеты на немножко поздний срок. А нет. Там цена сразу куда-то улетает, я не знаю. Короче, в космос. Поэтому надо уложиться в эти краткие сроки, поэтому отдыхать нам будет некогда, потому что надо, хочется и половить рыбки, получить максимум удовольствия. Цель наша, конечно же, таймень, самая главная цель. Ну, и по пути, конечно же, куда-нибудь даже без щуки. Щука, особенно, в большей мере буду стараться делать упор на поверхностные приманки, потому что они самые крутые эмоции дают. То есть, не блесно, ничего там. Ну, конечно, буду ловить и на блесно, буду ловить на резину, на все-все-все сопутствующее буду, но большая у меня цель, ребят, половить на поверхностники. Вот, как мне там писали в том году, вот, нафиг, это тырлы-пырлы, сходов много на эти поперы, да, много. Но самый эффект поклевки, ну, а щука, когда бьет в поверхностную приманку, зачастую, часто очень промахивается. Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Самый вот этот выход, эффект вот этого выхода рыбы на поверхность, это, это вау, это, блин, это самое крутое, что может быть в мире, вообще, блин, при рыбалке на спиннинг. Кто смотрел, там, прошлый, позапрошлый год, ну, разве это не круто? Мы не за рыбой едем, рыбу мы не заберем, забрать ее некуда, не сохраним, жара и тому подобное. Вот, решили, кстати, ребят, ничего не отправлять, в плане, там, транспортных компаний, потому что, говорю, сроки у нас очень-таки неустойчивые, из Калининграда отправка, в этом решили взять мы все-таки одно место багажа и по большому счету я посчитал, в принципе, все у нас должно влезть. Ну, вот мы, ребята, в самолете. Короче, целый был, целый был экшен от Руслана с этим багажом. У нас, короче, письмен показывал 22 килограмма. Постали на весы 33. Короче говоря, это началась беготня туда-сюда, там, что-то за багажом, переплата бешеная, там, короче. Спальник подобного сейчас. Да, а спальник, кстати, спальник там, пришлось спальник выгружать, нас там весом буквально, там, все, короче, с места на место перекладывать, ручная гладь у меня там неподъемная, 12 килограмм, мы просто запакованы, я не знаю, как рюкзак, но выдержал, плакал, что он новый, что-то молнии не разошли, а так его прям все запихивал. Ну, все, ребята, мы наконец-то в пути. летим сейчас до Москвы, потом у нас час пересадка и любимый Екатеринск. Он будет там. Все, так что, погнали. Редактор субтитров А.Семкин Казачьянск. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все, друзья, коротенький перелет, 7 часов, сперва 3, потом 7, пересадка в Москве. Буквально чуть-чуть. Ну, хотя бы мы часа по три поспали. В самолете удалось прям и так, и этак, и так, и этак. Но все нормально добрались. Вот. Сейчас в Якутске так немножко прохладно. Это даже хорошо. У нас вчера такая лютая жара в Калининграде была, что просто невыносимо. Мне такая погода больше по душе, вот когда именно сейчас градусов 17-18. Прямо кайф. Ну, завтра, послезавтра начинается потихонечку жара. Так что сейчас мы едем в гости к Моисею, к Василию, в Уру. Вот. И дальше будем планировать какие-то наши дальнейшие действия. У нас, короче, некоторые уже загвоздки есть в начале быть. Время ограничено, полдня надо. Нам за полдня надо укомплектоваться, подготовиться, чтобы у нас, да. Короче, все. Поэтому сейчас вызываем такси и погнали. Ну, дальше. Моисей, привет. Здорово у нас, привет. Здорово, здорово. Я там просто не один, честно, оставаюсь у нас кучу, кучу вещей просто. Надо куда-то что-то придумать с ними. А этот? Дос двоем прилетели, да? Кто-кто-кто? У нас двое, да? У нас двое, да. Так. Какие планы-то? Василий, привет. Здравствуй. Планы? Ехать в Жиганск. Как всегда. И вот тут у нас прямо мясо жарится, не обходя от кассы. Ну, вот, небольшие гостиницы с Каниграда. Вот это и вот это. Ну вот, друзья, мы все-таки заехали к ребятам. Сейчас мы будем дальнейший план банан наш разрабатывать. Что нам будем сегодня делать? Подготовительные какие-то работы. ездим кобылу. Вкуси ли еще, да? Пошлук. Короче говоря, сейчас перекус и погнали дальше готовиться к поездке. Доехали мы с Моисеем сейчас до его гаража. Тут уже Слава с Моисеем получали наш мотор новый. То есть, это у нас будет Хайди Эндуро. Это 9915. Вот. Все новенькое, укомплектовано, упаковано. Сейчас наша задача найти запасной винт. Вот и голову ломаем. Родной шаг у нас 9. Вот. Ну, наверное, придется, наверное, 9 такой же брать. Хотя по скорости, может быть, будет слабоват. Но нам нужна тяга в большей мере, потому что вес у нас, в общем-то, большой. Значит, с электричеством у меня в этом году, ребят, тоже проблем не будет. Заказал я еще себе достаточно давно уже здесь лежит титанат, потому что у нас в прошлом году, кто помнит, у меня с электричеством явно была проблема, не хватало мне его на всю съемку. Турбопечка пришла. В процессе все тоже покажу. Она там с кастрюльками, как бы с небольшими. То есть, они будут нам в самый раз. То есть, кастрюли нам какие-то грузить не надо. Ну, в общем, сейчас мы здесь какие-то вещи сбросим. Вечером будем перевозить все в другое место, там, где лежит у нас лодка. Будем потихонечку готовиться уже все в процессе. Все, конечно же, буду показывать. Ну, а сейчас наша задача поехать на рынок, купить канистры, купить мышей в рыболовном магазине, решить вопрос с винтами, с маслом. Короче говоря, а, еще надо, на сдеке у нас лежит одежда, которую мы с Русланом заказали. Бежать, забирать надо. Да, забирать надо. Ну, и, короче, вот такая вот у нас сейчас бега-бег, прыг, подготовка у нас времени, ну, грубо на все, про все часа три есть, пока магазины не начали закрываться. Так что, все, сейчас быстренько, короче, ноги в руки и погнали по городу. Ребята, короче, отжали моему, моисея, машину. Сейчас будем пробовать ехать. Я ни разу, честно говоря, блин, камеру нигде не закрепишь, нормально. Это не Форд тебе? Да, это не Форд, да. Я ни разу не ездил на праворульках, ни разу. Ну, в принципе, я думаю, что, какая разница, что праворульная, вообще никакой разницы, я так понимаю. Просто обгонять не очень надо. Да нет, ну, слышал, что пофигу, народ привыкает, и обгонять можно, все что угодно. Ну, просто, что вот коробка с левой руки, непривычная. Да, это единство, что непривычно, а так. Поэтому европейцы вправую руку сильнее. И вот габарит левой стороны не пока не понимаю. Ну, еще капот тут такой. Ну, капот. Ты если устанешь, то руль мне может передать. Это тоже по рулю. Да, тоже по рулю. Так, вот она сейчас направо. Пока, не знаю, вот он мне не могут сфокусироваться. С какой стороны мы едем. Ура, я увидел комара. Комара, первый якутский комарик. Ну, подожди, ты еще увидишь миллиарды тонн. Так, ничего, не а вот. 120 метров направо. Столетние сооружения. Так, поворотники с правой стороны. Сюда, что ли? Показывает. А, ну да, да, да. Просто такие бывают дворовые территории. Вот сейчас покажу, ребят. Проездил через такие улицы. Для нас это несколько непривычно. А это норм. Ну, это здесь норм, да. Поэтому еще пока... Не, ну, прям я честно скажу, ребят, вот я уже сколько, 5-6 лет еду в Якуз 5-6. Вот, не помню. Якуз все-таки немножко преображается. Много-много новостроек появляется. Ну, прям город гораздо приятнее и такой комфортнее становится. Да, все, новостройки. Новостройки, даже когда самолетом приземлялись, так, смотри, много-много, прям, город растет. Вот, уже старый фонд потихонечку уходит в небытие. Поэтому прям за Якуз прям радостно несколько. Так, сейчас направо. Здесь пока, так. Поворотник. Я здесь левой рукой. Поворотник-то с этой, ребят, стороны. Да, да, да. А я все здесь пытаюсь. Ну, привычка пока еще. Праворульный для меня автомобиль первый опыт, так скажем. Ну, ничего такого. Как разницы, вообще не понимаешь, что на правом руле ездить. Это что я езжу, что на автомате, что на мешалке. Я вообще не знаю разницы. Ну, не чувствую ее. Какая разница? Ну, там сцепление только жать на это все. Моисей, конечно, огромное спасибо. Да, Моисей, вообще сэкономил нам время. Мы сейчас бы бегали бы. Направо? Да. Ну, блин. Поехали, да. Ладно, все, говорят, отключаюсь, что надо за дорогой следить. Короче, едем, а бы как. Короче, ребят, прибыли мы на рынок. Сейчас нам надо закупить канистр, чтобы уже быть подготовленными более. Вот, еще, да, остается нам еще всякая куча-куча всяких мелочей. Сейчас поедем дальше. Спасибо, Моисею. Вообще, машина нам сейчас прям палочка-выручалочка. Вот, сейчас Моисею, конечно же, занят. Повозить нас не особо может, но ему на этом огромное спасибо. Я хоть на праворульке первый раз в жизни покатаюсь. Вот, так сейчас набираем, нам сколько? Берем пять канистр. Я думаю, что этого должно хватить. Ну, и в этот раз на всякий случай, как резерв, возьмем родной, ну, бак. Вот, и надеюсь, что всего нам этого хватит. Запас хода у нас должен быть, запас топлива 170 литров, я думаю, что должно хватить. Ну, еще посмотрим по расходу, как этот мотор себя чувствует. Так что сейчас берем канистры. Вот, нам уже четыре штуки подготовили. Сейчас еще будем искать еще одну. Вот, чтобы пять было. и все, будем делать в пробке отверстия, делать, вставлять шланг, короче говоря, чтобы у нас это были как они штатные, чтобы, ну, не переливать канистры, а просто пробку переворачиваешь, перекручиваешь, да и все. Ну, вот, ребят, забежали еще в магазин, закупили необходимых, там, царская охота. Вот, как раз, ребята, подписчики на стриме писали, говорят, забегай, вот, когда будете в Якутске. Вот, сейчас мышей взяли под сак и еще, вроде как, пока, ну, по снастям, там, вроде мы все с Калининграда взяли, по большому счету, нам больше ничего не надо. Но под сак мы купили здесь, потому что никак нам не влез в багаж. Короче говоря, такой момент. Фото на видео. Классно. Ну, все, спасибо большое. Все, всех благ. Приходите к нам еще. Да, куда мы денемся? Все, еще раз забежим, когда будем. Все, до свидания. Фу, друзья, промотали, что-нибудь в Якутске. Не успели, знаете, что купить? Масло. Короче говоря, вот. Масла нам надо много. Ну, мотор лодочный, этот, бензин вернее. Уже прокатились все магазины. К нашим друзьям магазин Maximus мы не успели. Так как мы прокатались по другим делам и не успели ничего, короче. Сейчас поедем по заправкам, что ли, где-то прокатимся. Потому что завтра хочется стартануть, а сейчас выходные начинаются. Плюс праздник, ничего работать не будет. Короче, так вот. надеюсь, что мы на заправке хоть что-то купим. Нам надо хотя бы, ну, 12 литров масла на все про все. Вот. Так что так. Ну, и едем, короче говоря, уже в сторону Исаха. Ребята, пообеда нашли мы. Ямаховское масло. Время уже, насколько время там, уже дофига. По-якутски без 15,8. Нашли магазинчик такой. Я даже не знаю, что это за улица. Ну, то скажете, что реклама, не знаю. Ну, короче, нашли мы здесь. Вроде бы, это оригинальное Ямаховское масло. Будем на это очень сильно надеяться. Вот. Так что, слава богу. Все. Мы завтра стартуем все-таки. Я уже, блин, думал, завтра праздник. Нигде ничего работать не будет. Ладно, поэтому сейчас пойдем с Русланом и перекусим. Тут кафуха какая-то есть. Вот. А то мы целый день, короче, носимся на ногах. Там перекус был в Моисее с Василием небольшой. И едем дальше встречаться с Антоном Семеровым. Ну, вот, ребят, наконец-то. Мечта сбылась. Я снова на ИСАХ попал. Что я в этом году вообще не планировал. Повезло очень сильно, что нам его, ну, праздник сам его перенесли. В общем, не нам, в смысле, а вообще перенесли. Для нас, наверное, да. Да, узнали, что Рыбкин... Мы полдекаба приедем вечером. Не, узнали, что Рыбкин это приезжает. ИСАХ перенесли. Значит, ребята, ну, я уже говорил не раз, что это самое грандиозное, наверное, в мире мероприятие, самый крутой в мире праздник, который я видел своими глазами. Еще раз повторюсь. Поэтому, там сейчас нас Антоха ждет. Я соскучился по волшебному напитку под названием Барпах. Вот. Так что, идем на встречу с Антоном Щуколовым. Здорово, здорово. Здорово. Руслан, что, пешком пустишь? Да. А я не знаю, как сюда заехать. Наверное, сейчас надо машину оттуда убрать, чтобы завтра нам уехать. Потому что, ну, Моисей говорит, потом хрен выедешь отсюда. В общем, ребят, в этот раз у нас будет вот такая вот палатка. Потому что, все эти маленькие, ребят, такое путешествие, оно как-то не очень комфортно. Здесь хотя бы можно внутри залезть, спрятаться от комаров, посидеть, например, покушать. То есть, а то обычно, сами знаете, что-нибудь сваришь, ешь все с комарами. Ну, в принципе, комары, наверное, тоже сытные. Ну, всяк приятнее, когда без них. Вот. Поэтому, такой вот у нас большой-большой шатер достаточно. В принципе, в собранном виде он занимает не так много места. Мы его привезли в багаже. Это не реклама, ребят, ничего, даже не знаю. Тут даже названий нету. Я и не знаю, что за палатка. Мы его нашли. Где нашли? В аэропорту. В смысле, кого нашли? А, палатку? в аэропорту? Не, ну, просто, даже никакой аббревиатуры нет, ребят, поэтому не могу даже подсказать, что за палатка. Ну, я думаю, не важно, просто сам такой тип модель. То есть, она с полами внутри, полностью закрыта. Вечер стало прохладно. Так прям, прям так даже, прям даже ого-го. Вот, поэтому, ну, сейчас пойдем, наверное, прогуляемся по территории. Чуть, спать еще рано ложиться. Мы-то еще в калининградском времени живем, хотя время уже, где-то, наверное, половина одиннадцатого сейчас, или десять, или половина одиннадцатого, вот в этих вот пределах. Наконец-то можно отдохнуть. Ну, кофе. Здесь прям ветерок хорошо. Ну, вон там уже народ собирается. Ну, да-да-да. Ну, сейчас к одиннадцати пойдем, и потом. С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! Ну, в общем, друзья, перекусили немножко мы, жеребянин. Смотрите, какой Василий в таком красивом национальном костюме. Где-то Моисей там тоже отошел, Руслан сидит там, стоит, вернее, что-то ест, Вот, так что, сейчас мы отправляемся на само открытие, и там все остальное вам покажем. А вот и Моисей подошел, такой красивый тоже. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ну в общем друзья пытаемся выбраться мы с праздника стоит конкретная конкретная пробка вот уже даже некоторая усталость появилась нам еще стартовать в ночь ну че руслан как тебе впечатление классно кроме последнего этого момента все супер все интересно все первобытно ну блин подвели конечно сейчас сколько мы здесь просто им час-полтора больше да все может быть а так очень-очень офигенный интересный праздник с удовольствием посмотрел бы еще раз приезжайте сами смотрите это очень интересно это необычно и не с чем сравнить это здорово так что друзья будем скучать тут в пробке надо как-то выбраться отсюда доехать загрузить мотор отвезти его к лодке накачаться и надо в ночь не стартовать короче как ни крути завтра завтра к вечеру мы должны быть хотя бы в сангарах надеюсь что у нас все прокатит потому что тут ветра задували сейчас вроде ветра прекращается надо короче пока погодка вроде бы налаживается надо жарить так что ждем стоим все мы здесь спасибо тебе за все еще классно мы посидели все было здорово если бы не эта пробка только с которым мы полтора часа выбирались только выбирались да так сейчас время уже очень много сейчас скажу сколько 8 часов нифига себе мы выезжаем путь дорогу да сейчас пока еще подготовимся надуемся короче все все начинаем начинаем подготовку теперь уже настоящую так что погнали короче друзья вот мы на берегу у моисе не получилось спуститься по той причине что вода сильно сейчас в реке упала воды очень мало ну конечно это нам слайд осложнит некоторый путь но может быть рыба будет лучше клевать короче говоря вот мы все разгрузились мои сени мы не стали держать потому что нам очень много надо времени на подготовку на что лодка видите у нас вот она мотор вон он короче куча куча бутер сейчас потихонечку все прикрутить все собрать подвесить и холод закрепить короче корей много-много работы поэтому сейчас я переодеваюсь что такая пылища мне штаны вон все короче капут вот сейчас все грузим короче переодеваемся и начинаем вернее переодеваемся потом все остальное так что погнали что берем якутский нож а водка должна распаковаться только якутским ножом только да только аккуратно лодку саму не почитать а то это как его но что острый сейчас так аккуратненько я ножи только наточил перед уездом юрий николаевич мы спасибо ему огромное я не вроде так оттягу нормально режу а комарик уже спину опустил да ну вот тебя на руке на руке сидит я обещал 60 комаров за секунду но это еще подожди мы еще не отъехали на комаров не доехали сейчас вот так вот не доставать ни для чего на улице лежала картонка чуть размокши так что хорошо так в общем все но собираем обратно что тут у нас ну просто упакована пока ну да приятно получать вещи когда даже вот подача такая красивая а так этот чехол такой а я думал по лодке ческак бы не резать то чехол так сделал часть пвх часть ткань прикольный чехольчик полноценная сумка огромного офигенно кстати эту сторону так да 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 сумка баночная все супер мы мне кстати да какие-то мог ночью вещи можем напихать скорее да чехол под лягушку круто молодцы ну прикольно чехол подвесла ремкомплект да она заплатки клей клей мы еще взяли жидкую лапку взяли все у нас как бы в аккурат знаешь как извозим поэтому она в броне что ли не пойму пока броня я думаю что она такая тяжелая здоровая конечно вы баха баллонках и крутых 90 ну а на шириной 194 52 получается мне 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 самая важная деталь вес был лодки вроде на 60 килограмм должно быть на это нормальных сиденья не совсем она может быть или это 30 лошадок и мотор не больше 70 килограмм ну может быть да кстати да 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 ну что начинаем торжественное надуть и компрессора у нас нет настолько ножной насос насос большой достаточно до объемный поэтому накачать мы должны нормально запах новой лодки да это всегда круто согласен на задачу ваша пода потянул мотор 15 сил это конечно да ну что друзья лодка начинает уже обретать какую-то форму лодка значит у нас компания аквилон новосибирск вот как бы мы все делали старались максимально чтобы она была легким весом вот короче здесь что в чем длина нас именно для этой поездки огромный плюс то что длина баллона достаточно большая кормовая часть который за трансом и это позволит нам легче выйти в глис потому что мы нас мотор я уже говорил что у нас не не той системы слабоват у нас для этой для такой поездки я до сих пор переживаю подтянет она не потянет сейчас мы это конечно дело проверим но уже после заправки часто ждет конечно же долгая обкатка вот мотор у нас значит хайди я уже когда наверно поставлю поставим попал поподробнее про него расскажу это гайди эндуро вот там есть какие-то какие плюшки фишки которые хочется рассказать в общем то сейчас пока поставим уже будет видно в общем то что про него рассказать дополнительно ну и сейчас надуемся потихонечку пакуемся хотелось бы хотя бы сейчас 8 до начала пол девятого где-то да хотя бы может быть начали дача за ночь надо пройти обкатку думаем что будем спать по очереди кто-то будет обкатывать потихоньку идти кто-то будет спать надо придумать как так чтобы кто-то с этими вещами умудрился еще лечь как-то гиморрнуть потому что нас нам надо просто ехать 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 без остановки просто шпарить шпарить и шпарить вот то что время у нас как я уже тысячу раз говорил что у нас ограничено так что сейчас набиваем лодку пытаемся как-то и загрузить что-то придумывать как-то раскладывать перекладывать еще на ходу кстати придется все это дело канистры взад канистры вперед чтобы максимально добиться скорости и самого легкого выхода в глист мы тоже после заправки опять же мы так тоже на предыдущих поездках шахматили и добивались какого-то результата ладно качок качаем дальше по вещам ребят тоже пока не хочу просто все раскидывать показывать взяли мы с собой масло понятно запасной винт взяли мы тоже девятого шага потому что ну чтоб максимально грузоподъемный был была мысль попробовать десятку не стали мы рисковать и еще десятку мы взяли у моих антохи семерова погонять если что мы ставить не будем мало ли не хочется как бы повредить это уже на самый крайний случай то есть у нас есть два запасных винта мало того что воды мало мы еще будем подниматься по горной реке два запасных винта нам будет прямо в самый раз значит ребят по лодке размер у нас 440 сама по себе нам достаточно большая такая прям дико нравится баллон большой то есть хоть она и ндншка при этом можно на ней вполне комфортно сеть обычно на ндншных вот моя предыдущая лодка там коленки достаточно высоко не очень удобно сидеть в отличие от по елке допустим но по елке я уже последнее время отказываюсь от них больше мне не нравится потому что с этими полами сборка мне это как бы не то пальто дома то я буду надувать это все например компрессором вот здесь как бы так значит здесь нам приклеили такие вот крепления для спиннингов простейшие но классные вполне нам очень сильно сгодятся чтобы спиннинги у нас половой по лодке не не болтались потом ну леер понятно по кругу по всей длине тоже здорово вот такие вот крепежки у нас снизу вот здесь 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 тоже крепление под спиннинги вот сноса вот это самое вообще ребят рекомендую кого такой штуки нет на вот просто купите наклейте очень удобно с якорем возиться вот и вот по кругу то есть мы сейчас весь все вещи какие-то мы здесь сумку наверно в лодочную упакуем и просто здесь все это дело привяжем а с канистами уже будем шахматить потому что они весят их надо будет туда-сюда вот как бы в общем ну так лодочка конечно да мы честно с русланом в восторге сейчас осталось только киль набить самое долгое вот все уже такая вот она у нас красо . красу единственно что я мне предлагали цвет на выбор я не знаю я люблю больше темные но это просто красиво я не люблю светлый потому что больше потом мыть вот ну можно на выбор как бы любой себе заказать ну вот мне почему-то зашла именно это не знаю так что спасибо славе агату то что порекомендовал мне этого производителя вот как бы мне пока она не только мне и русланному обоим все нравится прямо все осталось только да одна проблема как встать в глиссер я отрисуюсь прямо а еще кстати банки у нас оборудованы сразу сидушками такими помягче потому что сидеть на деревяшке я уже один раз ездил это конечно тяжело под сумка под банкой тоже как раз нам очень сильно пригодится по той причине что мы сюда что-то такое промокающее положим может быть даже если попадет какой-то из штормов там допустим сюда можно будет даже камеры убрать вот дальше по бутеру что еще ребят хотел сказать спиннинги понятно в тубусе из калининграда приехали вчера заехали купили вот такой ящик чисто под провизию потому что он реально необходим что чтобы провизия по пакетам не летала по всей лодке вот в том году вы ездили у славы ящик прямо очень даже зашел на него правда хорошему пропадешь ману продешевили конечно но выйдет до выйдет выдержать я думаю вот как бы так ящика такие походы прямо обязательно нужен именно провизион будет нам служить как столик что мы стараемся всего брать вроде как по минимуму бутера у нас очень много ну просто очень но еще разбросан понятно но это все вес это все вес мы считали у нас вопрос веса был пару килограмм когда вот с жигантского ходили позапрошлом году вот как бы так выдался с собой взял у спальники понятно такие вещички в общем то все самое самое такое необходимо сейчас а кстати можно прикручивать пока датчика холота где у тебя набор отвертки эти сумки где-то слева смотри подкипки вижу а шурупы вот это хороший вопрос куда мы их пихать коробки большой коробки с приманками вот большая коробка с приманками когда у нас тут жидкие латки заплатки так вот у нас кстати сейчас сразу тогда сейчас а пока качаемся мы сразу или на воде это сделать до переделаем так шуруп есть сейчас прикручиваем датчик так вопрос куда его крутить то а здесь то не прикрутишь его да ну надувной уже транец но как решить этот вопрос наш вот он датчик должен быть где а у нас он могу где нужно какая-то фанерка тонкая нужна какая-то на ребят что-то пошло не так датчика холота мы поставить пока не можем и надо было конечно я думал такая специальное крепление кочерыга но так как уже время когда на сборы оставалось немного честно пробежался по магазинам со спиропа что не нашел надо было поездить не было времени у нас получается вот эта часть то надувная сюда-то мы никак не можем прикрыть он должен быть здесь вот а так у нас ну толку от него никакого не будет нам нам надо чтобы он показывал в общем-то на ходу для моего вообще сходил на помойку встал такую дощечку не знаю просто там более толстый наш шурупы короткие да они прокрутят вот эти все вдвойне часы и сломать вот так прикрутить раз-два и потом прикрутить на блин шуруп надо как-то будет от нас кусачки есть да поможет если он здесь насквозь пройдет до перекусить чтобы он здесь как они шурупа не терся об эту вот штуку и вот сейчас ну куда-нибудь сюда его датчик поставить вот так вот примерно хотя если здесь у нас будет насквозь внизу то нормально сейчас вы надо тогда на пополам ломать даже не на пополам а больше да и не и так прикручиваем она как раз повернута в эту сторону нормально сейчас все как-то надо так сломать на две части примерно так раз и вот еще маленький кусочек ломать нормально будет примерно вот отлично почти одинаково судно готова на частных при колхозе датчик так вот это верхняя будет как раз такая и всякая вот таким колхозом будем ребят заниматься чуть делать выбора нет особо и вот тогда на дверь плоскости ляжет датчик и здесь мы его придется к трансу крутить это думал на пару шурупчиков прикрутим и я что-то об этом не подумал вообще давно и холота не ставил на этот на такие на такие лодки в общем-то короче ребят пришлось в колхозе такую хрень перемотался изолентой что дерево все-таки немного тонкая у нас длиннее шурупов просто нет его расщеплять начинает он так перемотал вроде так все очень даже надежно но дерево в принципе касаться воды не будет вот как-то это вот так вот будет примерно у нас заподлицо попробовать сейчас думаю какую высоту сделать вот как-то так я думаю нормально должно получиться хотя бы чтобы может быть саму глубину там цифру не видеть не будешь но это хотя бы по боковикам всегда видно он даже касается слегка воды слова по боговикам сюда из яркости побольше накрутить видно глубины если на милях уйдешь сканирует там рыбы маловероятно что будем вот как-то так еще раз проверяем просто главное чтобы не брызгался тоже даже можно повыше заподлицо я думаю сделать пускаем так посмотрим перекручить конечно не очень хочется потом коленкой придавлю чуть выше понимаю ребят скажите колхоз еще но на данный момент у нас вот до выбора на данный момент у нас нет ну да вот раз того магазине видит у критчика каркалы бы на нами не понравится такая прям детская была жизненькая хотел другую купить но их не было к сожалению крепежек времени у нас на сбор уже было крайне мало немножко расщепляет но здесь изолента выдержит таких поездках изоленты самая важная деталь да 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 ну кувалду мы только с собой не брали да так и еще парочка у блин а вот парочку и не прикрычу не хватит до чуть-чуть буквально буквально будет а он лишь упирается вот тут в баллон сам сейчас попробуем сейчас я наживлю хотя бы хотя бы ну снизу ну я в транице ты кручу просто верхний прикрутил но они не самые надежные на 4 крутить здесь то хватит здесь вот здесь хватит с моим может выгнуть и сломать вот сломать вряд ли выгнуть вылет и мы сейчас как-нибудь сделаем так чтобы провод у нас был натяжку чтобы если вдруг вырывает туда замотать сюда и эта часть будет натяжку и все есть он даже оторвется он его это скорее всего увидим и он чтобы под мотор главное не долетел я просто бывало такое проводок длинновато было отрывался и отрывал я датчик но это лет десять назад так между ними потому что достаточно жестко да она жестко ли мы да нормально просто будем посматривать за ней на ходу ну не на ходу просто проверять мне кажется не вырвать здесь шлепка это и мы сейчас примотаем ее прямо к этому стакану для удилища и все это бы еще будет не он висишь если он случай отрывается да он это сам повесен он вылетит сюда да он вылетит сюда не под мотор не дотянется просто по-любому вот поэтому сюда его вяжем как-то надо провод уложить еще так вот сейчас сделаем 1 пакет не а мы сейчас еще крутить будем кстати этот самый прибор надо на банку крутить ну сейчас его прям так вот узлом бабах не никуда он нафиг не денется короче ребят все мы установили провод протянули вот так так чтобы здесь нигде не мешался но пришлось вокруг банки намотать не знаю будет и создавать какие-то помехи не будет понятия не имею ну чтобы вообще ничего лишнего нас лодки не болталась вот поставили уже сам саму башку у меня девяточка ну там вы знаете кто смотрит мой канал давно но если кому-то интересные халаты там по интересным ценам пишите в личку дам контакты ребята с гарантией нормальные халаты привозят и вполне одну более-менее по адекватным ценам так что но так до информации просто не реклама ничего запахом конечно может быть сперва спустить фото надо было включиться и загрузим а тащить вон туда вниз не грохнуться бы высоко блин однако ступеньки такие сейчас мы искать вот так надо отходи отходим и сейчас я скачу просто а ничего там острова нету тут земля такая да не давай нормально скатится она по килю киль там усиленный он ничего не будет изолента валяется не потерять думаю сейчас поступить и тут разложишься на все сейчас мы мотор повесим за она загрузится корма сразу да все тогда пошел за мотором на килограмм не тут такие изи водятся чё ребят мы просто не показывали не не было с ним момента во время с ним девчонки женщины ставить девчонкой две женщины такие слои я не видел правда рыбу русланга и там такие изяры прям надо для одному тащить или когда коленки немножко барахлят нашла неудобно не коленками когда коленки две правых немножко не а когда коленки барахлят у меня в не тоже бы опускаю так стопы расставим ставим на вна кириллу на перо потому что у нас не открытого не на перо ставь ставь смело ничего ему не будет так как она тут систему насчет гонитесь а подожди она вообще по моему у них так работа только так стопы а вот стук вот у нас фиксатор стоит с кем его едят а вот но одного пока хватит сейчас потом протянем не уцедем надо разобраться а вообще тут другая система надо просто сейчас спустимся на воду на воде будет все проще легче но я не могу затянуть летом ручка миши а повернуть моторную вот сюда нет все мешает до конца выкручена еще два пустого мотор до конца выкручена так стоп а вот как она работает трехсоса заблудились подключил да как что разложить бог его знает что-то как-то у нас не знаю как-то чересчур бутера ну да пока сейчас будем думать как раскладывать у нас совсем непонятно какая-то канистру надо будет привязывать вот надо кусочек веревки просто одну и вторую чтобы не мешало рулить так качаем груши так старт так груши прокачал подсос включаем пробуем затянуть раз два обычно со второго раза груши накачал все теперь мы засекаем время участика пускай вообще на холостом поработать все пока дальше вещами занимаемся вещами а надо подтянуть грунт все струя идет нормально все хорошо так а вот с этой стороны и не все подключаем это вот так как устроена так на телефон как-то может все равно пока ничего не понятно да 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 ничего не понятно но очень интересно это точно так ну что ждем так коробка коробка кстати сюда нам пришаться не будет так первое что ребят делаем тоже стягиваем румпель чтоб он не был мягким вот так вот я думаю нормально может еще потом придется подтянуть потому что на ходу машинку когда идешь глиссере чтобы он сам не выкручивался то есть он должен ну бросил руль и у тебя он должен идти лодка ровная мотор чтоб не выкручивался важная деталь потому что ну устает рука если когда долго рулишь слава меня научил ходить на дальнобой когда вот у нас по заливу носишься там да мягкий руль лучше потому что там короткий перебеж так вот это мануалы надо куда-то тоже зафиктарить пока но они тогда чтобы они под рукой были что может быть сейчас понадобится надо знаешь что еще кусок веревка отрезать два штуки да кусок да канистры сейчас привяжем подготовим просто это мусорный пакет у нас был вот что будет рулить мешать тебе будет надо участка веру вот так вот привязать тогда они будут они когда полные путаницы замучают эти канистры слишком высоко будет торчать там дала попробуем кстати может быть может быть имеется место быть до соглашусь с этим как чем фишка нового мотора что нам необходимо здесь есть 12 вольт как раз мы высосали пока тут все пауэрбанки сейчас поставим их заодно на зарядку сейчас мы подключим разденусь да этот ну короче розетку эту 12 вольтовую короче как то что с проводами два сделаем тайп си и будем заряжать по пути пауэрбанки поэтому в эту поездку я много пауэрбанков не брал вот и по и сейчас у нас еще плюс есть титанат у титанат у нас будет питать эхолот в основном вот чтобы его эхолота тоже будет поджирать так что вот глубина всего ребят под нами 0 8 метров а он смотри вообще миляк начинается коса вот как вода уходит но да вот так вот это сейчас глубина будет ближе к тому берегу но да лодка прям шла под тем берегом а так вот как ты разберешься берега примерно плюс-минус одинаковый и здесь лана тогда поворот с поворота намывает а здесь нифига не намывает так вот такая штука у нас двумя проводами быть но на всякий случай мы здесь все подмотаем изоленты чтобы шибко вода сюда не попадала мы в сами вот эти вот разъемы юсби они воды не любят сейчас мы подмотаем вот так вот сделаем так по герметичнее что было там брызги не брызги не будет страшно подводу то понятно и не будет окунаться сейчас проверим кстати как она на холостом то вообще выдает зарядку самому дико интересно ну должно тут а на зарядку пауэрбанков много не надо в общем-то так что еще по подготовке взяли мы себе одинаковые костюмы с русланом плотной ткани hsn вот с антимоскитным да они не продуваться будут они легкие для это тоненькие и при этом комарах не прокусывает в принципе у меня аналогичный год прошлом уже проверено так ну что пихаем зарядку а вроде ничего нету проверяем это суем опачки вуаля медленно мало лампочка моргает это говорит что не зарядка сейчас не быстро когда попробуем на телефоне сколько будет показывать зарядка показывает вы быстро прикинь вот до быстрая зарядка пусть у него полноценный генератор час 37 показывает у меня с титана то точно также показал афигеть так что все пауэрбанки у нас будет в теме да 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 пока так вот единственно надо придумать когда их убрать вот может быть и местными сумки было иметь здесь сюда и убрать ну вот ребят сейчас нас ждет долгая-долгая обкатка мотора очень долго сейчас пока мы холостым ходом еще у нас мы прошли только 15 минут сейчас еще 15 минут потом уже будем включать передачу идти уже мало я спада обкаточная смесь стараются таким много масла вроде бахнули не так сильно масло дымит нормально короче говоря все или с электричеством у нас в этот раз полный порядок теперь осталось разобраться потянет ли у нас близко это я уже тысячу раз на этом ролике говорю у меня просто очень сильно беспокоит но мне нравится кормовые баллоны что они длинные они это в этом деле должны нам помочь потому что ну аналогичные ситуации были там с товарищами когда мы на лодках катались что в прошлом с более длинными баллонами лодка выходила гораздо легче но там когда мы ватрушку например когда выходила легче вписан но это входит в размер лодки то есть лодка 440 и длинные кормовые сиськи как бы они съедают какой-то размер плане качу сидим ждем тошним ждем когда у нас чего-то там насчет обкатываться ну что друзья второй этап обкатки у нас начался идем таким средним ходом недалеко осталось до заправки сейчас заправляемся в путь дорогу ну и там уже в процессе посмотрим как она поедет поедет не поедет у нас сейчас еще до грузины 150 литров топлива сверху 20 у нас мы решили в этот раз брать не все только в белых канистрах одну красную решили ну штатную взять но единственное что надо будет час канистру одну переделывать чтобы забирать топливо с канистры напрямую сейчас осталось немножко доехать там заправиться еще пару километров ну и дальше пойдем идти нам долго-долго и счастлива сонят так цепляйся как-нибудь так надо все-таки веревочку то надо хотя бы прицепить давай сейчас я пистолетом не подготовили вместе и пробишь резал тут веревку сейчас добрый день вечер ну погнали бензон конечно да не пахнут а бензор спасибо надо просто сейчас думать как вот все-таки лечь спать ящик мы не продавим просто ну вот друзья заправить 150 литров плюс 20 то есть у нас сейчас на борту почти 170 литров горючки но нам до сангар надо всего где-то 90 по идее по моим расчетам может быть там 100 литров вот уже сангарах будем заправляться по полному решили мы загрузить полу полный литраж бензина по той причине что ну чтобы понимать поднимется сейчас когда-то обкатаем поднимется она или нет глиссер как бы больше мерить только по этой причине сейчас уже выходим из якутска потихонечку город якутск красивый такой прям здесь красивое такое место прям хорошая такая набережная красивая на самом деле вот мы сейчас еще по обкатаем маленько не сразу сейчас будем газ давать просто будем в процессе все это делать уже сейчас надо еще маловато мы только полтора часа его обкатываем но сейчас где-то может фрагмент фрагмент попробуем глиссер встать вот так что все начинается наше путешествие уже наконец-то все у нас как-то все так все это вот все было так так что погнали друзья дальше ну что друзья решили просто попробовать встанет глиссер сейчас газку подкинем весом очень много и все Все, серия закончена.